Дорогие друзья, приветствую вас на канале Разумная Медицина, доктор Евдокименко. Каждый год в жаркую погоду я наблюдаю одну и ту же картину. Дети или взрослые купаются в водоемах со стоячей водой. Или просто заходят в такие водоемы помочить ноги, не обращая внимания на то, что вокруг плавают утки или другие водоплавающие птицы. Чем это чревато? В таких водоемах легко подхватить церкариоз, зуд купальщика. Чаще всего, повторюсь, все это происходит в водоемах со стоячей пресной водой. То есть в прудах, озерах, карьерах и запрудах рек. Церкариоз вызывается паразитами, церкариями, которые паразитируют на водоплавящих птицах. И чаще всего как раз на утках. А дальше нередко происходит так. Попавшие в воду паразиты церкарии ищут новых незараженных уток, чтобы внедриться в их кожу. Но если в водоеме купается человек, то они могут по ошибке внедряться и в кожу человека. В этом случае, выйдя из воды, человек почти сразу начинает чувствовать небольшое покалывание кожи и легкий зуд. Обычно они быстро проходят, но у человека могут оставаться крошечные красные пятна в местах проникновения личинок. Через 2-3 часа после проникновения церкарии в кожу, зуд обычно становится очень сильным, труднопереносимым. Появляется сыпь и могут возникать красные пятна или волдыри, иногда с размером даже до горошина. В течение последующих 2-3 дней зуд и высыпание нередко усиливаются еще больше. Причем обратите внимание, обычно зуд и высыпание доходят ровно туда, докуда купальщик погружался в воду. Для примера, иногда бывает просто достаточно зайти в воду по колено в стоячий водоем, буквально на минуточку, если рядом плавают утки, чтобы церкарии успели внедриться, например, в кожу голени. А теперь у меня для вас успокаивающая новость. Наш организм церкариям в принципе не подходит. То есть церкарии не могут долго жить в организме человека, быстро погибают и удаляются из нашего организма. Соответственно, обычно через неделю все проходит без следа. Само и даже без лечения. Проблема, однако, заключается в том, чтобы эту неделю пережить с минимальными потерями. Поскольку зуд порой бывает ну очень сильным. Трудность держаться, чтобы не расчесать кожу. При этом расчесывать кожу в данном случае чревато. Можно занести инфекцию и получить осложнение. Соответственно, на эту неделю нам надо как-то снизить проявление церкариоза, уменьшить зуд и раздражение кожи. Например, можно использовать противоаллергические таблетки и противоаллергические мази. Среди народных методов хорошо себя зарекомендовали ванны с добавлением пищевой соды. Такие ванны успокаивают кожу и уменьшают зуд. Ну и теперь профилактика. Чтобы снизить риск заражения и свести его к нулю, нужно избегать тех пресноводных водоемов, в которых плавают утки. Если вы все-таки искупались в таком месте, нужно по возможности скорее вымыться под душем с мылом. Дорогие друзья, пожалуйста, делитесь этим видео со своими близкими и знакомыми, с теми, кто любит купаться в пресноводных водоемах. Потому что иногда люди, искупавшись в таком водоеме и покрывшись зудящей цепью, впоследствии даже не понимают, что происходит. Например, один мой родственник искупался в пруду, покрылся цепью, у него начался сильный зуд. И человек не понимал, что происходит. Он думал, что это какая-то реакция на какие-то химические выбросы, поскольку не так далеко от этого места стоял химический завод. То есть человек был достаточно сильно напуган, и я думаю, что сегодняшняя информация ему бы очень пригодилась в той ситуации. Да, дорогие друзья, возможно, вам будет интересно еще одно видео на летнюю тему. Как по возможности уберечься от неприятностей на море, на даче, в поездке. И какие лекарства брать с собой. Ссылки на это видео даны в описании к сегодняшнему ролику. А мы желаем вам всего доброго, дорогие друзья. Будьте здоровы и подписывайтесь на наш канал.